Здравствуйте! Правда жизни в эфире. Музыкальный руководитель Роза Кушалеева приобщает детей к миру прекрасного. Это ее профессия, о которой мечтала с детства. На своем рабочем месте Роза не только учитель музыки. Она и затейник, и сценарист, и режиссер праздников, в общем, универсальный мастер, без которого невозможно развитие детей. С маленьких лет мечтала работать в детском саду, среди детей, и именно по музыкальному образованию. Я достигла этой цели, я добилась, как закончила 11 классов, я сразу нас отправили в Алмату, в Жинпи. Сама закончила русскую школу, но поступила в институт казахского отделения. Там я поступила на грант. Я там проучила 6 лет. Потом так получилось, вышла замуж. Сейчас у меня в данный момент двое детей, дочь и сын. Семейная жизнь не залазилась с самого начала. После развода вместе с детьми Роза обосновалась в доме юношества Шанарак, как и многие проживающие здесь бывшие воспитанники детского дома Жаздаурен. Так получилось, что мы не сошлись характером, пришлось развести. В 2010 году в октябре я приехала сюда, в Шанарак. С тех пор я живу в Шанараке. Работаю. У меня сын сейчас, дочка учится в 4 классе 9 лет, и сын учится в 3 классе, ему 8 лет. Сын Алишер проживает вместе с мамой. Девочку воспитывают родители бывшего супруга. Роза оставила дочь на время и после того, как встанет на ноги, мечтает забрать ее обратно. А пока воспитывать одна-двоих детей не в силах. Заработной платы учителя музыки едва хватает на продукты и одежды для двоих. Роза перебивается заработками, подрабатывая то няней, то сиделкой или домохозяйкой. А с недавнего времени девушка обрела новую профессию. Я учусь в этом цехе на швею. Хочу в будущем здесь работать, помогать, участвовать в разных конкурсах. Научиться хочу выкраивать. Разные, например, сейчас модули разные начинаем шить, чтобы в будущем спокойно владеть машинкой. Чтобы у меня была профессия, чтобы я могла дальше зарабатывать себе хотя бы в свободное время. Игровые модули, наборы и конструкторы для детей младшего возраста в этом цехе начали выпускать примерно полгода назад. Заказы поступают из многих городов республики. В нашем регионе о торговой марке «Балаларкиц» только начинают узнавать. Начнем с того, что у нас общественное объединение выпускников детских домов НУР, который занимается постинтернатным сопровождением выпускников детских домов. С 2013 года она организовалась и начала вести свою деятельность. То есть мы проводили обучение. И нам нужно было где-то проводить производственно-практическое обучение. С предприятием договориться не удалось. И мы решили, что... Пришли к выводу, что необходимо создать свое ТО, предприятие, на котором ребята бы проходили производственно-практическое обучение. То есть они получали опыт и стаж. Социальное предприятие «Шанарак» в Уральске работает второй год. Стоит отметить, что производство игровых модулей – это не первый их проект. Направлений у нас было много. Первое у нас – это ребята в 2013 году пытались шить обувь. Не получилось. В 2014 году мы пытались организовать сварочный цех. Он действовал на протяжении полутора лет. Ребята обучались и проходили практику. Получали навык. Потом в ходе этой работы мы обратили внимание, что у нас в основном задействованы ребята. Кузовные работы у нас открылись. А девушки остались без работы. Провели анализ в доме юношства «Шанарак». И поняли, что у нас большой процент девушек, которые закончили второе училище, все они швеи. У многих из них незаконченное образование. Кто-то даже не доучился, диплом не получил. И мы решили организовать швейный цех именно для них. Это мамочки, это многодетные мамы, одинокие мамы, молодые мамы. В 2015 году мы открыли швейный цех, взяли оборудование в аренду и пытались наладить производство. Шили строительные перчатки, спецодежду, полотенчики. Но рынок наполнен, переполнен этими продуктами, и мы просто не смогли удержаться на нем. И тогда мы собрались и подумали, нужна нам какая-то новая идея, новый продукт. Так девчонки освоили новую нишу – производство мягких игровых модулей, которые к нам завозят из Китая и России. Чтобы приобрести оборудование, обратились за господдержкой, получили грант. В производственном цехе сейчас работает 8 человек. Это и швей, и мамы. Они точно знают, какие игрушки нужны детям. Ну а самое главное – это трудоустройство воспитанников детских домов, которым после выхода в большой мир очень сложно найти работу. Как вы знаете, воспитаннику детского дома очень сложно найти работу. Несмотря на качество, которое у нас есть, например, многие из нас образованы, многие из нас коммуникабельные, общительные, ответственные, не позволяют себе очень многого. Все равно сложился у общества стереотип, что детдомовский – это отброс общества. Говорят, что это алкаши, наркоманы разные. Если, например, в таких местах, как торговая сфера, если что-то где-то пропадает, всегда виноват детдомовский. Они даже не разбираются, почему, кто это сделал. Просто свалили, и все. Просто потому, что он детдомовский. Здесь начиналось все, конечно, с голых стен, с камня на камень, как говорится. И много очень трудов и сил вложили, чтобы вот это вот сделать все. Сейчас у нас пока есть швейный цех, у нас есть еще кузовной цех. Там работают мальчики, они собираются, занимаются тем, что ремонтируют машины, кузовные работы, технические работы, механические работы и наш швейный цех. Мы занимаемся изготовлением непосредственно детских игровых модулей. Мы шьем игрушки для детей с возраста от 3 до 7 лет. И как мама троих детей, я могу сказать, что для детей любой категории эти игрушки очень безопасны. Особенно для детей с ограниченными возможностями. Потому что ребенку здоровому все-таки поиграть можно любой игрушкой. Но такому ребенку не каждую игрушку дашь. Сейчас здесь производят 100 наименований продукции для самых маленьких. На все игрушки есть сертификаты. Кроме того, этот проект вошел в каталог лучших социальных предприятий Казахстана. На первых порах девчонки получали стипендию. Сейчас их заработок в среднем составляет от 45 до 70 тысяч тенге. Все зависит от заказов. Заказчик у нас по всему Казахстан. Мы разместили объявления в интернете. И люди интересуются. Доставка по Казахстану у нас бесплатна. Мы так организовали все, чтобы доступно было. У нас первые заказы были в Астану, в Алмату, в Павлодар, в Кокшитау, Атерау. И туда поставляем. По Уральску есть, но в основном только частные. До недавнего времени производство находилось возле дома юношества Шанырак, где и проживают выпускники детских домов. Это было удобно молодым мамам. Не отходя далеко, они могли зарабатывать, не тратясь на проезд и в перерывах между работой проведать своих детей. Сейчас девчонки съехали, арендуют помещение, а на месте швейного цеха хотят построить стадион. Поэтому здание планируют снести уже в декабре. Городские власти заверили, что люди без помещения не останутся. Работники социального предприятия на это очень надеются и верят, что когда-нибудь у них все же будет свой угол. Наше расположение рядом с домом юношства Шанырак, конечно, играет большую роль, потому что девушкам тяжело бросать своих детей и оставлять их. Многие из них не ходят в детские сады. У многих просто нет средств на проезд. Даже такое бывает. И эту проблему мы решили таким образом. Нам выделили это помещение. Оно было в ужасном состоянии. Мы собственными силами все это отремонтировали, привели в надлежащий вид, создали условия для работы наших девочек. Мы не знаем, где мы будем. Им невыгодно ездить, потому что, во-первых, нужно на дорогу деньги. Во-вторых, нужно будет одеваться, чтобы ехать куда-то им. Дресс-код обязательно нужен будет. А здесь в возе Шанрака было бы удобно. Они, например, ребенка даже накормили, оставили на 2-3 часа. Прибежали, там зашили, заказ приняли быстренько. Побежали, берем, накормили, обратно прибежали. Им здесь удобно. Здесь 2 минуты ходьбы. Руководство города приезжало к нам в базу, в швены цех. Он пообещал нам помочь. Общественное объединение Западно-Казахстанский союз выпускников детских домов и школ-интернатов НУР единственный в стране фонд помощи выпускникам детских домов, где ребят не только обучают ремеслу и находят работу, но и помогают открыть свой бизнес. У нас сейчас в данный момент около 200 выпускников детских домов, база данных. Из них 47, где-то 48 выпускников трудоустроены. Но получается и среди выпускников наших детских домов некоторые пошли не в организацию работы, поскольку у них нет высшего образования. У некоторых незаконченные средние образования. И их пришлось как бы на клинги услуги, вот мы направляем, или же разнорабочим трудоустроим. Девчата в основном идут, они у нас на домработниц, нянечек, сиделками, в домашнем персонале работают, на дому работают. Если с трудоустройством выпускниц детских домов вопрос решается в положительную сторону, то сложнее дело обстоит с инвалидами второй группы. Вот их действительно трудоустроить на работу очень тяжело. Потому что когда звоним в организацию, просим отдел кадров или там начальство, чтобы они взяли хотя бы техничкой, не берут. Вот их трудоустроить тяжело. Сколько таких детских? Таких у меня инвалид второй группы где-то шестеро. Куда уходит детство, в какие города? И где найти нам средства, чтоб вновь попасть туда? Небезызвестный в городе дом юношества Шанырак функционирует с 2001 года. За время существования он был временным пристанищем для более чем 500 человек. Но есть и та категория обитателей, пребывание которых в доме юношества затянулось на долгие годы. Хотя покинуть это общежитие шаныраковцы должны по достижении ими 23-летнего возраста. Но, как правило, этого не происходит. Потому как идти им попросту некуда. Таковых в общежитии 119. Из них 27 семейная пара, 15 материножкой. По закону дом юношества Шанырак должен проживать с 16 до 23. Ну, условия сегодня больше 23 есть, после 29 есть. Потому что мы их не можем отсюда выселить. Потому что по закону это противоречит. Чтобы освободить комнаты в доме юношества, выпускникам необходимо предоставлять жилье. Что и оговорено законом. Конечно, эта работа в области ведется с 2007 года. По сегодняшний день 360 выпускников детских домов стали счастливыми новоселами. В текущем году свои заветные квадратные метры получат еще 40 человек. Из них 10 человек в Шанграх, а остальные, которые вне Шанграха живут. Ну, наши, они тоже воспитники, которые в городе снимают квартиры или там еще где-то вообще-то проживают. Нина Лагвиненко с нетерпением ждет переезда в новую квартиру, которую получит в ближайшее время. В детском доме проживает 16 лет. У девушки есть братишка и сестренка. Когда-то они жили все вместе. После того, как Нина вышла замуж, получила комнату побольше. Куда и переехала. Вместе с мужем они давно мечтали о ребенке. Сейчас их сынишке 9 месяцев. С восьмого года стою на очереди. Была 255-я я. И буквально, вот получается сколько, за 6-7 лет, даже больше, спустилась я уже до 34-й. Сейчас я 34-я. В этом году я должна получить квартиру двухкомнатную, так как у нас сыночек, один ребенок. Вот, двухкомнатную квартиру. И ждем ее с нетерпением. Таким образом, то, что помогает нам государство, мы скоро обзаведемся своими квадратными метрами. Ельмира Сапарова, 714-я, в очереди на получение квартиры в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости». Она одна воспитывает сына. В детский дом попала в 1990 году. Когда-то у нее была крепкая семья. Но после смерти отца все изменилось. Мы попали в детский дом. У нас родители, отец умер в 1998 году. Вот, потом, как он умер, после этого маму уже начала пить. Потом соседи все жаловались, что она не сможет нас уже дальше воспитывать. У нас нормальной семьи не будет уже. Потом у меня вот этот братишка, говорит, талант в середине, средний братишка, говорит, Ельмира, давайте соберемся, пойдем лучше в детский дом. Я говорю, хорошо. Потом Акимат нас отправил в детский дом. Вот с нетерой поступили. Очень хорошо. Очень все было нормально. Все вовремя. Одевались, учились. Все 11 класс закончили. Я закончила педкульс, секретарь, референт. Сейчас в любое время могу на работу устроить, просто там денег мало. В дальнейшем буду искать, может, найдется. Здесь у нас детская. Здесь мы ждем второго уже ребеночка, как говорится. Подготовка у нас идет. Здесь у меня спит доченька. Алена Турусова показывает свое небольшое жилье. Это комната семейного типа. Таковых в Шенраке единицы. Здесь вот мы с мужем. Как говорится, зал у нас такой. Здесь у нас кухня. Здесь я люблю больше всего готовить. В этом году мы арендовали дачу. На что вот закрутила компоты, соленину, варенье. Приготовила зимние яблоки на зиму. Алена и Султан оба воспитанники детских домов. Здесь проживают 6 лет, а собственные в квартире пока только мечтают. Я попал в 2000 году в детский дом Жаздурен. Пробыл я там 5 лет. В 2005 году окончил. Точнее, выпустился в детский дом Жаздурен. И поступил в ПТУ номер 11. Это в Подстепну. Отучился там 3 года на фермера-арендатора. После чего пришел сюда, в Шенрак. Там жить негде было. Здесь дали комнату. Вот. И потом здесь, уже здесь так, можно сказать, встретились с Аленой. Дочке 4 года. Раяна зовут. Ждем в тот пополнение. В ноябре должны будем. В конце октября, начале ноября. Вторую по УЗИ показала девочка. Так вот. Я работаю в райсторговой промышленной компании. Прямо вот здесь вот пошел охо. Я работаю доборщиком. Доборные элементы в нем. Супруга воспитатель. В детском садике. На данный момент я сейчас уже в завтрашнем дне официальном декрете. Выйду в декрет. Буду отдыхать. Заслуженный отпуск. В очереди поставите на жилье? Да, я в очереди стою. Я 300... Как я не знаю? 320 лет примерно. А муж... Я встал... Полторы тысячи. Год назад я встал на очередь. И... Да, где-то полторы тысячи. Ждем в очереди. Правда, не так быстро развивается очередь. Ну, ничего. Программири дают. И мы ждем в своей очереди, что и нам скоро дадут квартиру. Вот пока живем в этой комнате. Это хорошо, что есть пока где жить. Пока до этого, что не дали квартиру. Хорошо, что дают такие комнаты. Перед родами наметила то, что буду делать ремонт здесь. Конечно, у нас был здесь ремонт. Сами знаете, беременные. Это не нравится, то не нравится. А вот очень посвежее. Да, это обои надо обновить. И обои обновляем. Тлек и Марина вместе уже три года. Несмотря на разницу в возрасте, они сразу поняли друг друга. Родственники главы семейства с радостью приняли его молодую супругу. Ведь мама и дядя – сами воспитанники детского дома. Тлек и Марина воспитывают дочь и мечтают о пополнении. В своей комнате семейного типа они сами сделали ремонт. Ну, когда я встретил, ну, дело дошло, да, познакомиться с родителями. Первая мамка была. Маме говорю, ну, она сама, ты думаешь, у меня серьезные отношения. Прекращай, говорит, твои серьезные отношения, все, прекращай, нельзя, говорит, так. Я, ну, как, ну, правда, серьезные, ну, в общем, в конце, смотри, нельзя, говорит, обманывать там или что-то. За второй раз меня мама не узнала, потому что я черноволосая была. Ну, девчата как? Это кто? Вот, та же, Марина. Какой еще был? Не она? Да, да, не она. Где-то, где-то все искала. Где-то, я говорю, это я. Ой, поешь. Ну, так всегда. Потом вот это. Ну, сейчас-то узнаем? Сейчас, да. Вот сейчас вот даже за столом сидим иногда и вспоминаем эту историю, начинаем смеяться. Она говорит, а я правда же, нет, не узнавала тебя. Я говорю, я разная, всегда разная. Самое вкусное блюдо, которое вы готовите, Марина? Ну, это когда рыбу жарят или... Вкусно помочь. Я бы сказал, бешбармак. На счет бешбармак не надо, не будем, мы с вами. Врать нельзя. В передаче, как называется? Правда жизни. Вот, правда жизни. Врать жизни нельзя. Так сложилось, что большинство воспитанников детских домов – социальные сироты. Сироты при живых родителях. К примеру, у Эльмира Алашбаевой совсем недавно нашлась мама. Я сидела ВКонтакте. Мне дужу скинули, мой брат. Ну, я посмотрела, но не знала, что у меня вообще будет родной брать. В шоке я была просто. И все, я приняла. Потом они говорят, ну, они говорят, типа, говорят, я твой родной брат, у тебя мама жива. Я вообще, ну, как-то не понимала. И все, общались потом. Они сами приехали ко мне в Женгешке. Меня забрали туда. С мамой встретилась. Ну, я в омрек упала. Что для тебя эта встреча с мамой, знаете, что ты почувствовала? Ну, когда я был в доме, мне сказали, что твоя мама умерла. Потом я не сказала. Ну, умерла, так и умерла. Ну, как сказали, что мой брат, что моя мама жива, я вообще в шоке была вообще. С мамой как к встрече прошло? Нормально. Хорошо. Ну, я не знаю, как ты уже... Не чувствуешь как-то. Не чувствуешь? Нет. Вот ты ее обнимала же. Да. Все равно холод? Да, чуть-чуть холод есть. А мама что тебе сказала? Прости. Я говорю, мам, я на тебя не обижаюсь. Мама одна живет. Четыре братья у всех. Семья есть. Дети. Мама не звала по себе? Звала, да. Ну, спрашиваю, как дела, когда я приезжаю к роду. Приеду, приеду. Сейчас Эльмире 25 лет. В родной семье, из которой она когда-то была откомандирована, девушка жить не желает. Так сложилось, что все свое детство она провела в казенных учреждениях, к которым привыкла. И о другой жизни даже не мечтает. А как ты думаешь, если бы твоя жизнь сложилась по-другому, как бы она сложилась, если бы ты не оказалась здесь, выросла с мамой, лучше было бы или нет? Как ты считаешь, жалеешь ты об этом? Не жалею, вообще не жалею. Ну, я не могу с ними жить. Я просто как-то привыкла на жизнь. Не мечтает о другой жизни Антонина Кузнецова. Она 734-я в очереди на жилье. Но переезжать из Шенрака многодетная мама ни сейчас, ни в будущем не желает. Ну, как-то неохота мне пока, чтобы у меня была квартира. Потому что здесь я живу, здесь рядом поликлиника, рядом школа, рядом работа. Мне не хочется. Потом я привыкла к этому месту. Это, считай, как бы родное место получается, родное гнездо. Я видела квартиры, которые дали последний, кто получал поток в Зачиганске. Да, квартиры хорошие, большие, светлые, но там тоже очень много детдомовских, наших, родных. Страшно вылетать из гнезда? Да. Да, я пока не готова что-то. Если бы нам разрешили приватизацию, я бы с радостью согласилась бы на это. Потому что я привыкла к этому месту. Жилась в него. Вот и получается, что главная проблема выпускников не в том, что они не могут найти работу, приобрести жилье, а в том, что они в принципе не могут адаптироваться к жизни вне стен детского дома. Когда тебя не опекают, о тебе не заботятся. Их не научили самому главному – самостоятельности. Но уйдет неслышно. Но уйдет неслышно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok